пионерский проспект 7 здесь находится счастливое детство дальше пляжный поселок это у нас звездочка санпарка бывший восход с правой стороны в ту сторону зори анапы это те ребята которые написали на меня заявление в полицию о том что я ходил с пионерского проспекта и снимал их не потопленную территорию всем привет ребята меня зовут юрий озаровский со мной сегодня ярослав мы сегодня вам покажем один из лучших пляжей для тех кто отдыхает в городе курорте анапа и самое важное то что сюда можно добраться на маршрутке сейчас можно заехать своим личным транспортом я думаю что после съемки этого видео сюжета потому что сегодня буду разносить все то что там происходит вы сами офигеете ну допустим город курорт анапа спилили фруктовые деревья и вырастили амброзию по пояс просто приезжайте говорят отдыхайте оздоравливайтесь все остальное увидите сами обзор на санпарка у меня есть такой немножко старый когда он под сходом назывался можете посмотреть на канале у них есть велопрокат по большим плюсом то что у нас по пионерскому проспекту здесь проходит велодорожка от речки анапки вы сюда можете приехать к этому проходу к море даже на велосипеде говоря уже про личный транспорт и маршрутка 128 114 110 с не ошибаюсь я знаю тех которые ходят витязево потому что у нас через пионерский доджиматы еще пару маршрутов ездят допустим счастливое детство это пионерский проспект 7 допустим если вы хотите вбить по навигатору и приехать сюда место очень хорошее потому что мы находимся в небольшой отдаленности от города курорта анапа вы можете сюда в принципе даже дойти пешочком и в очень близко это расстояние тут пройти от пионерского проспекта до самого моря здесь есть такой арочный вход можете видеть что здесь обваливается плитку так чтобы быть аккуратным может упасть вам на голову и теперь начинаем обзорчик здесь прогуляться даже понимаете от анапы по пионерскому проспекту чтоб не идти по пляжу а вот именно дышать свежим воздухом в тени деревьев сосен это ну прям поверьте мне очень круто я как раз снимал тут счастливое детство называется детский пансионат и там колючая проволока короче идет по забору это так угарно было то есть чтобы наших детей было счастливое детство их посадили за колючую проволоку пользуются этим проходом огромное количество людей и я рад что он приносит им удовольствие первое что хочется сказать здесь были действительно фруктовые разнообразные деревья их вырубили и теперь у нас вот здесь трава но это не так страшно здесь хотя бы ее кто-то косил вы видели кстати возле санфарка сейчас идет уборка делают чистой территории здесь вот слышно как поют птички и кричи ну и до моря примут расстояние крайне маленькая но деревья высадили не на всю территорию там территория осталась без тени деревья кстати которые остались из дубы даже по земле валяются желуди и с огромным количеством амброзии теперь эта территория валяется мусор ну причем это даже еще не самая большая беда потому что здесь там прям целая мусорная горка вот вопрос большущий а почему так вообще происходит ну то есть вроде проход к море такое фешенебельный отель сан парка да то есть слева там один справа другой отель и у нас уничтожают деревья вот так вот позволено чтобы валялся у нас здесь мусор росла амброзия на курорте больно-логическом который приезжайте люди для оздоровления повышения иммунитета дышите свежим воздухом у нас здесь вот вверх зайди показать сколько высота этой амброзии или давай вон там уже зайдем где-то мы побольше будет и она цветет и людям как бы об этом очень-очень плохо потому что даже не представить насколько сильно начинает у них чесаться кожа идет сыпи идут там сопли слезы и на курорте такого быть просто не должно быть особенно возле моря и на проходах моря смотрите прям только желчь специально осматики аллергии такие же приглашают именно их на курорт зайди покажи нам пожалуйста как это выглядит ребят просто здесь раньше росли деревья этой амброзии все не было потому что она в тени деревьев не вызывала и вот смотрите то есть я говорил по шее то есть она выше ярослава то есть вон тот куст смотрите он еще гораздо выше вот это просто жуть жуткая посмотрите бедный ярослав ради того чтобы показать нам что там происходит поймал колючку с травы она очень сильно вредит велосипедом это колючка и за это не люблю и вот я ведь сейчас ты прости нас чего я не понял прошлом году так для чего вообще было пилите деревья проход был красивущий я думал что здесь хотят понаделать торговых рядов но вроде бы это хотя бы не случилось нужно не был популярным в этом году этот проход и видите сейчас даже деревья пытаются это каться пробиваться и очень сложно извести такие вот короче моменты мы выходим к пляжу здесь начинается пешеходная зона то есть сюда можно приехать даже в принципе с коляском либо на колясках и абсолютно легко добраться до пляжа проложены деревянные такие настилы здесь я так смотрю чтобы волейбольное поле от счастливого детства но сейчас сетки нет оно не функционирует и лог серебристый покрывает эту территорию то есть мы уже считаете на пляже причем идти сюда ну мало очень мало один из любимых моих пляжей вблизи именно она по именно песчаный и здесь немножко другая структура песка потому что нанос в основном сюда совершать как раз таки речка анапки это песок здесь не такой как у нас витязево давно он и с ракушечкой и именно идет у нас там кварцевый а здесь можете увидеть что он такой миленький речной песок то есть обычно сильно же отличается от витязева песок то есть прям совершенно два говорится разных мира и когда люди приезжают с анапы ко мне на фотосессии допустим видите все кстати приглашаю на фотосессии еще есть возможность сделать красивейшие фото на память об отдыхе поселка видите у города кровь и анапа и всех остальных местах то они прям удивляются ух ты да ладно вот такой песок они на эти прям золотые россыпи да там джемоте у нас это все происходит действом детки бегают там тоже смотрю еще две волейбольные площадки были сделаны и дюны здесь видите такие небольшие в общем здесь речной песок именно на пуске только и мелко дисперстный и другой просто также структура дна здесь другая здесь гораздо дольше надо идти потому что море лица наносами этим песка обмелевает нас гораздо глубже стрелать стороны у нас краски пляж сан-парка называется от этого ты ли он все больше и больше не стоит территории у них есть душ туалет на пляже переодевалки лежаки зонтики ну и вот такого размера довольно таки невысокие дюны здесь вы можете увидеть люди сюда добираются на велосипедах пристегиваться то чем искал весь велодорожка также вот торговля идет рыбка пиво кукуруза вот так вот если кто-то хочет покушать от куза то для вас это также здесь есть давайте посмотрим на море хочется выразить свои негодование по поводу того что нас обманули с погодой к большому сожалению обещали нас чтобы 22 идут ветра по факту мы получили двадцать шесть градусов туда дачу где живу времена года и 20 ой прошу там было 28 а здесь вот 26 мы дальше в принципе глянем я просто раз сегодня снимаю запутался 27 градусов у моря и температура водички 25 людей ну немного но они есть то есть принципе отдыхают наслаждаются все этой ситуации погодой купаются в море спокойно здесь как я сказал до сан парка пляж туда дальше у нас называется пляж года пансионата наверно скорее всего это звездочка юг и потом идет пляжик алиан давим то есть вот это место она свободно поэтому я говорю что это один из любимейших пляж местных тех кто знает и любит обзнуть какая чистая вода несмотря на то что море волнуется вода сейчас у нас идет небольшое донное течение с пионерского проспекта в анапу и поэтому водичка здесь просто кристально чистая также вот помимо всего этого не знаю увидите вы на камере или нет здесь песочек но вот вода вот когда песок поднимается она вот так искрится переливается таким серебром я в детстве говорили что это из-за того что слишком много всякого крема используется но такие вот серебринки содержатся как раз таки в песке я думал что вот сейчас вы это все разглядели увидели водичка вот ярослав искупался как тебе то есть ярик удивлен он не купается в холодной воде в принципе да мы наверное самая твоя комфортная которая была 19 градусов сочи когда купались кто-то говорил уже все как бы ниже не хочу а сейчас просто можно не вылазить и часами и это при том что она по совершенно рядом то есть вы видите что на камере прям совсем можно пройти по берегу дойти до этого пляжа у нас там золотистый получается проход голубые дали проход золотистый проход и вот это тот море помог третий проход от анапы и здесь совершенно другое море то есть не то что на центральном пляже людей меньше купайтесь получаете удовольствие ловите вот все эти моменты прежде чем озвучить температуру воды вам предлагаю немножко взлететь если я с квадриком посмотрим что там сверху происходит а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 остановился? У меня здесь своя квартира. О, а в каком комплексе? Морская горгипия. Нравится, не нравится? Плюс и минусы? Мне нравится. Слушай, на Якутии это как бы довольно-таки не близко. Как добирался? Я добирался через Сочи. То есть прилетел в Сочи. Напрямую в Сочи был у тебя самолет? У меня сначала я Якутск-Москва. В Москве полтора часа борт менялся. И до Сочи. Четыре часа. А с Сочи я добрался ласточкой. Ласточку заранее бронировал? Я все заранее билеты брал. Это прекрасно. Сколько по времени ушло на весь перелет? Перелет занял 10 часов. Отлично. Так вообще в целом ты приехал как тебе в этом году сезон? До этого я был летом. Июль-август. Так получилось, что в этом году я в сентябре выдался. Мне сентябрь понравился. То есть не испугал, что погода плохая там, все остальное? Погода отличная. Погода. Я успел и покупаться вдоволь, и позагорать. И ну вообще хорошо. Это прекрасно просто слово. В этом году я исполнил свою мечту. Я полетал на дельтаплане. На параплане? На параплане. Дельтапланы у нас уже не летают давно. Я на параплане летал. Самое страшное это прыгнуть со скалы? Да. Потом как на таборетке? Потом успокаиваешься и ловишь кайф. Это прекрасно. Смотри, сегодня прогнозы стояло на 22 градуса, ночью должны были быть у нас грозы, дожди. Вот что-то видел? Грозы видел. Были ночи? Были. Я начиная, что спал. Вообще, вот прямо над морем такие ну угрозы были. Классно. А я проспался, ничего не видел. И новость смотрел, но значит ладно. Дождь был в Анапе вообще? Был. Тоже и дождь был? Класс, поделюсь. Я все проспал. Я думал, что сегодня будет намного холоднее и это я не думал, что я пойду на море. Загорает больше. То же самое, я понимаю, что дома сижу. Думаю, что включать кондиционер что ли? Жарко стало. Нет, надо идти на пляж. Вон Ярослав зацепили, приехали, отдыхаем. Прям погода идеальная. Идеальная. Вот ты знаешь, у нас уже лед на лужах. Вот супруга мне прислала, что лед уже холод. Так так что, ну вообще бархатный сезон. Согласен. Так, передавай приветы. Передаю привет всем своим родным, знакомым и кто меня увидит. А супруге самое главное, я от себя передам вам привет огромное. Спасибо, что вы отпустили. Видите, абсолютно один на пляже загорает, кайфует. Это тут, в принципе, ничего и не надо. А когда домой? В субботу. То есть осталась неделька, да? Да. Неделька все уже. Все? Спасибо большое за интервью, ребятки. Переходим к морю. Ну а теперь я всем вам желаю хорошего отдыха. Приезжайте. В любом случае, по Анапе можно гулять, дышать, наслаждаться всеми этими моментами. Красные флаги висят, купание запрещено. Но еще раз, даже вот в такой погоде, это накат, это шелест моря, нет боковых течений. То есть заходите потихонечку, купаетесь и все будет великолепно. Здесь другой заход в море. То есть гораздо дальше надо отходить от берега, чем даже у нас. Видите, в влаге, в то же самое уже в открытом море, там практически сразу глубина. Поэтому, друзья, путешествуйте, приезжайте, оздоравливаться, отдышать. Я надеюсь, что администрация отреагирует как-то, накажет тех людей, кто ответственен за этот проход, и амброзию мусора уберут. Ну, позор на самом деле. Мы практически в центре города и видим вот такое бездушное отношение. Хотя у нас говорят, что так вот везде. Вот сегодня буквально мне подписчик говорит, Юрий, там, где фатини, выходишь, там дюны сносят, вы видели? Да я не хожу в Анапу, прям больно на все это смотреть, друзья мои. Как люди купаются в этом дерьмище, блин, как отношения у нас к природе, ко всему сносят везде, деревья пилят. В общем, везде полная жесть, жесянка происходит. В общем, к сожалению, в Анапе как-то, ну, очень непродуманно относятся именно к золотым запасам. Это вот это, я о дюнах говорю. Те, которые надо беречь и, говорится, гордиться тем, что они есть. Море есть на всем Черноморском побережье, а сюда люди едут ради песка, ради этих песчаных дюн. А вот если мы их заменим потом бетоном, чтобы не размывало дальше горы, то к нам особо ехать никто не будет. Ладно, всех люблю, целую. Долгие разговоры. Ярослав, пока-пока. Пока-пока. И вам от меня. Всем тоже пока. Мужиков обнял.